Тренажеры здесь заменяют камни вместо профессиональных дорожек горные тропы. Так вдали от городской суеты Рустам Хабилов приступил к первому этапу подготовки к бою. Здесь почти 2000 метров над уровнем моря. Хунзахское плато – самое благоприятное место для тренировок. Хунзах решил приехать, потому что Эльдар, Эльдар, он наш брат. Решил здесь сделать сбор, собрать молодых спортсменов, ребят с клуба Кейчки-Тагестан и организовал очень хороший сбор. Поэтому я согласился, у меня было время на подготовку и я решил первый этап своей подготовки провести именно здесь. Питание хорошее, высота хорошая здесь, воздух хороший. И тренироваться в условиях, клетка здесь в зале, хороший зал есть. За 80 дней до боя Хабилов пока только включается в процесс. В Хунзахе он не только тренируется сам, но и делится своими навыками с подрастающим поколением. Махачкалинский филиал клуба Кей-Эйчкей не первый год летом проводит здесь свои сборы. Как подворот. Почти два года без боев. Последний Рустам Хабилов провел в ноябре 2019-го на турнире UFC в Москве. Сейчас бойцу уже 34. За плечами богатый опыт, в послужном списке 28 профессиональных боев. Пройдено многое, в том числе и травмы. Несмотря на это, переход в Беллаттер дагестанский микс-файтер считает новым этапом своей карьеры. Дебютный поединок пройдет на первом турнире лиги в Москве. Это шоу возглавит бой Федора Емеляненко. Я чувствую в себе силы, что я могу, что у меня очень сильное желание. Я соскучился по этой бесогонке, по этому процессу. Я готовлюсь на 23 октября. Беллаттер проводит в ВТБ-арене в Москве турнир. По информации моего менеджера. Он мне позвонил, сказал, что Федор Емеляненко будет драться в главном бою вечера. И, естественно, я с удовольствием выступлю. Сборы в Хунзахе продлились две недели. В эти дни Хабилов уже возвращается домой. Следующим этапом подготовки спортсмена станут тренировки на берегу моря. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджидадаев, телеканал ННТ, Хунзах, Хунзахский район.